В почтовые ящики граждан, как электронные, так и обычные, идут рекомендации вложить деньги под фантастически высокий процент или предложение почти бесплатно взять в долг деньги. И не только в ящики. Мошенники, видимо, не поскупились приобрести на черном рынке свежую базу телефонных номеров. Они активно обзвонят потенциальных клиентов и предлагают им деньги в кредит без справок и документов. Основными признаками мошенничества являются крайне заманчивые условия. Очень низкие проценты по кредитам. Обратившись к их услугам, вы можете только ухудшить ситуацию. Ведь мошенники пользуются агрессивными, противозаконными методами изыскания. На невнимательность и доверчивость людей сейчас рассчитывают и более мелкие жулики. В мобильный граждан сыплются смс, начинают «перечислите штраф за нарушение самоизоляции на этот номер» до «я случайно пополнил вам баланс, верните деньги». Цель проста – заставить вас добровольно перевести деньги, перезвонить на платный номер, либо перейти по ссылке и заразить гаджет вирусом, который откроет мошенникам доступ к вашим банковским счетам и персональным данным. Еще одна схема, ставшую же классикой у преступников – ложные сообщения или звонок из банка. Ваша карта якобы заблокирована или с нее списано средство, и вам срочно нужно сообщить все данные своей карты, включая три секретные цифры на ее обороте и пин-код. На экране мобильного при этом даже может высветиться реальный номер банка. Но это все технологичный обман. Важно не перезванивать на номер последнего абонента, поскольку мошенники сегодня хорошо владеют возможностями и технологиями IP-телефонии. Лучше уточнить информацию об этом звонке в вашем банке. Для этого нужно положить трубку, посмотреть номер телефона на официальном сайте банка и набрать его. В интернете жулики предлагают получить все виды выплат – возврат НДС, компенсация за импортные лекарства, прямые выплаты от правительства. При этом такие сайты требуют оплатить комиссию за перевод вам несуществующих рублей или раскрыть данные своей банковской карты. Столкнувшись со странной финансовой организацией или услышав требование назвать свои персональные данные от якобы представителей банка, сохраняйте голову холодной. А если мошенникам все-таки удалось вас обмануть, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Продолжение следует...